МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Председатели, депутаты и сотрудники аппарата главного законодательного органа власти региона разных лет собрались на торжественном вечере. Своё 25-летие отметило собрание депутатов Ненинского округа. 35 лет на страже водного порядка. Государственная инспекция по маломерным судам отметила годовщину со дня образования. Поклонники активного отдыха в лесу, вопреки погодным ненастьям, собрались на турслёте дорогами отцов-героев. Чем запомнился туристический слёт его участникам и какие испытания им пришлось преодолеть, расскажем в ближайшие 20 минут. Одна из самых обсуждаемых тем в интернете сегодня приключения местного лихача, который снёс сразу несколько ограждений. Инцидент произошёл в пятницу вечером на улице Ваучейского. Водитель иномарки заявил, он не справился с управлением, когда пытался объехать пешеходов. В итоге съехал с дороги и влетел сначала в один забор, затем и во второй. Оказавшись на территории административного здания компании «Лукойл», нарушитель решил, что проще выехать не задним ходом, а передним. На кадрах, снятых очевидцем, видно. Лихач делает небольшую паузу, затем разгоняется и сносит ещё одну ограду. Личность гонщика уже установлена. По предварительным данным, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, по всей вероятности, его ждёт лишение водительского удостоверения и штраф. Между тем, мужчине предстоит оплатить и работы, связанные с установкой ограждений, в которые он влетел на своём автомобиле. Монтаж моста через реку Куя возобновят после спада воды. Это связано с повреждением металлического ригеля на одной из опор. Он был сорван при прохождении ледохода. Как пояснили в Центрстройзаказчики, смонтировать повреждённый ригель не предоставляется возможным из-за высокого уровня воды в реке, поэтому было принято решение приостановить монтаж моста. Работы возобновятся после того, как вода в реке упадёт ниже уровня опорных частей ригеля. Собрание депутатов Ненинского округа отметило своё 25-летие. Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры Арктика. На праздники вспомнили и отметили каждого, кто принял непосредственное участие в масштабной работе по формированию правовой базы региона и принятие основополагающих законов. На праздники собрались представители, депутаты и сотрудники аппарата законодательного органа власти региона разных лет, а также приглашённые гости. Первая сессия собрания депутатов Ненинского округа состоялась 30 мая 1994 года. Именно тогда, четверть века назад, был сформирован первый в истории региона законодательный орган государственной власти. Начало работы округного собрания депутатов надо связывать с той общественно-политической ситуацией, которая была в это время. Фактически мы начинали свою работу, да и вся Россия начинала под грохот танковых пушек Ельцина. Только-только расстреляли Белый дом. И вот на местах организовались законодательные представительные органы власти совершенно с другими функциями, чем раньше. Начинать с нуля. Первым депутатским созывом в Ненинском округе было принято 56 законов. Самый главный из них – устав региона и закон о бюджетном устройстве и процессе. Следующим депутатским созывом упор был сделан на вопросы социально-экономического развития. Именно в этот период появилось понятие «защищённые статьи бюджета». 90-е годы, если вы помните, были достаточно тяжёлые годы, в том числе и по бюджету, в том числе нехватка денег, не выплата заработной платы. И в это время нам нужно было выстраивать приоритеты, чтобы бюджетные средства ушли прежде всего нашим бюджетным учреждениям с учётом расставленных приоритетов. Были защищённые статьи, понятия, как если вы помните, да, это питание, это зарплата. Скудный бюджет нужно было распределять в интересах наших жителей. Начиная с 2005 года, Нейнский округ по темпам социально-экономического развития значительно опережал среднероссийские показатели. Это позволило собранию депутатов разработать и осуществить меры по социальной поддержке населения, заняться реализацией приоритетных проектов и региональных целевых долгосрочных программ, приблизить решение жилищной проблемы. Депутаты приступили к непосредственному исполнению наказов избирателей. Первый наказ, а это был 2005 год, это строительство нового здания школы номер 2. Взамен сгоревшего здания и детишки занимались в приспособленных помещениях, две смены. И несмотря на бюджет, который был в то время не в таком виде, как сейчас, все-таки удалось пролоббировать решение вопроса по строительству нового здания, мы привлекли спонсоров, наших недропользователей, компанию, французскую компанию «Тоталь». И удалось все-таки построить красивое современное здание школы номер 2. Также среди исполненных наказов избирателей лесозаводского округа строительство крытого ледового дворца труд, который сейчас является школой Олимпийского резерва. Кроме этого, были построены новая почта, здравпункт, детский сад. Особое внимание депутатского корпуса было уделено поддержке людей высокого возраста. «Был принят закон, по которому стали выплачивать детям войны доплата. Был закон, по которому заменили выплату малыми суммами каждый месяц на одну большую сумму при протезированных зубов. Решили в 5 лет раз оплачивать определенную сумму за один раз, потому что экономить копейки не получалось. был принят закон, который очень важен был. Он относился к медицинской нанотехнологии. Это удаление катаракты лазером». Каждый последующий созыв окружного парламента, а всего их было шесть, сохраняя лучшие традиции предыдущего, вносил новое в историю законодательной власти округа. За 25 лет прошло становление депутатского корпуса и аппарата регионального парламента. «Хотел поблагодарить все предшествующие созывы, аппарат собрания депутатов, всех тех общественников, общественных организаций, которые помогают нам в нашей работе, отдельных жителей, которые неравнодушны, которые словом и делом действительно подсказывают и советуют, каким образом лучше оптимизировать нашу деятельность. То есть собрание депутатов, оно максимально открыто». Праздничный день от имени главы региона депутатов и сотрудников аппарата поздравил заместитель губернатора Юрий Бездудный. Он вручил юбилейные медали 90 лет Нейнскому округу, благодарственные письма губернатора региона и почетные грамоты администрации Нейнского округа. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 35-ю годовщину со дня образования отметила Государственная инспекция по маломерным судам. В ее задачи входит предотвращение гибели людей на водных объектах, контроль за водным транспортом, его регистрация, аттестация судоводителей. Сейчас у инспекторов самый жаркий сезон и даже юбилей родного ГИМСа они встретили на рабочих местах. О тех, кто обеспечивает безопасность людей на водных объектах нашего региона, расскажем в материале выпуска. Рабочий день в центре ГИМС начинается с планерки. Начальник находится в отпуске, поэтому совещание проводит его заместитель Владимир Чумак. На повестке дня промежуточные итоги недели и предстоящий фронт работ. Лето – самая горячая пора для инспекторов. Основная функция обеспечения безопасности людей на водных объектах, надзор за маломерными судами, используемые в некоммерческих целях, а также надзор за базами и стоянками для маломерных судов. Проходит патрулирование водных объектов на территории Ненецкого автономного округа, также проходят занятия по школам, лекции, беседы в коллективах среди людей, рыбаков, судоводителей. Специфика работы государственной инспекции по маломерным судам так или иначе связана с административными штрафами, а это не радует нарушителей. Впрочем, инспекторы признаются, судоводители стали более дисциплинированными и реже совершают серьезные правонарушения. Сейчас уже, скажем так, нет такой, как раньше, скажем в кавычках, традиции, что если поехал на рыбалку, охоту, это обязательно связано с алкоголем. То есть сейчас уже люди едут осознанно и знают, что за это могут наказать. Судоводитель может забыть документы в другой кортке, либо что-то из комплектации, свисток или кошмар, то есть что-то незначительное. Сейчас уже редко, когда встретишь судоводителя, который едет без спасательного жилета. Требование сотрудника ГИМС надеть спас-жилет спасло жизнь не одному судоводителю, а знание теории, например, как выбраться из воды в лодку, пригодилось на практике. Инспекторы признаются, сейчас им удалось наладить диалог с судоводителями. Сложнее пришлось тем, кто начинал работать в годы, когда ГИМС на территории региона только появилось. Не все владельцы лодок были рады появлению контрольно-надзорного подразделения МЧС. Я свою трудоводительность начал в 2006 году, как раз в то время, когда только образовался ГИМС. Он начал у нас в 2005 году. Его организовали основоположниками, скажем так, были Мясников Алексей Александрович, Торопов Станислав Захарович и Кирпичников Михаил Юрьевич. Скажем так, они заложили фундамент того ГИМСа, который на сегодняшний день у нас есть. Начинал я с инспектора патрульной группы, судоводители, люди на воде не понимали и, скажем так, не очень хорошо относились к нам. Приходилось и у сотрудников УВД вызывать, чтобы успокоили судоводителей. Были и стычки, были и угрозы. Но сейчас, скажем так, культура судоводителей выросла, что не может не радовать. Конфликты и провокации со стороны судоводителей приходилось наблюдать и Кристине Фольмер. Она работает в инспекторском отделении с 2007 года. Признаю, что свой выбор будущей профессии она сделала осознанно. Поэтому специфика работы в ГИМС ее не пугает. В Санкт-Петербурге училась, получила образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности. То есть это как бы исподвигло, наверное, скорее всего. То есть туда же все входит, это и вода, и все катастрофы, и все-все-все же это. Сложно работать девушке в коллективе мужском, да, и все-таки специфика такая сложная? Нет, свободно работаем. Уже с такого времени уже привыкли, в принципе, все. И никаких сложностей не возникает. Сегодня в центре ГИМС работает 28 сотрудников. В структуру инспекции входят две патрульные группы, группа технического надзора, регистрационно-экзаменационный отдел, инспекторское отделение и инспекторские участки в Красном, Несе, Нижней Пёше и Великовисочном. Главный итог их работы – снижение количества происшествий и гибели людей на водоемах Ненецкого округа. Ирина Никишина, Вадим Стасёк, Телеканал «Север». В Ненецком округе прошел 54-й туристический слёт «Дорогами отцов-героев». В этом году он приурочен к знаменательной дате 90-летию округа. Организаторами выступила региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый лис». Субботним утром возле «Обелиска Победы» собрались 9 команд туристического слёта «Дорогами отцов-героев». Дождливая погода не помешала бодрому настрою участников. В свою очередь подбодрить напутственными словами на открытие пришли представители власти. Спасибо, что пришли сюда показать своим друзьям, товарищам, болельщикам, какие вы сильные, умелые, ловкие. Желаю вам успехов, желаю пройти все испытания. Ну и пусть победит сильнейший. С добрым утром! От имени окружного совета ветеранов войны и труда Я сердечно поздравляю вас с открытием слёта. Желаю вам успехов и выражаю искреннюю благодарность за продолжение лучших традиций нашего народа. Вы те, кто сегодня олицетворяет нашу лучшую часть молодёжи. Так что никакая погода, никакие трудности не остановят вас в достижении победы. Удачи вам, здоровья и успехов! Перед стартом тщательная проверка каждой команды. Личное снаряжение, аптечка, ремкомплект, палатки. За отсутствие чего-либо из перечисленного – штрафные баллы. Ремкомплект, на самом деле, проволоки нету, не вижу, шила не вижу, ниток капроновых не вижу, куска брезента. И такой плотной ткани нету, то есть ремкомплект не полный. После проверки команд, каждый из них отправляется по выданным координатам с интервалом в 10 минут. Туристический слёт проходил в два дня. В первом из них участникам следует пройти по координатам навигатора до определенных точек, которые дают новое местоположение следующего пункта. Далее дойти до места проведения слёта, разбить лагерь, посоревноваться в перетягивании каната, а затем набрать хорошие баллы в конкурсе приветствия команд. По итогам первого дня соревнований лидирует команда «Свои люди», что касается второго дня туристического слёта, то участникам предстояло пройти две полосы препятствий – военно-спортивную и короткую туристическую. Для судей и болельщиков на главной поляне был поставлен специализированный экран с онлайн-трансляцией состязаний. Команда «Свои люди» в туристическом слюзе уже в роли старожил. Ребята принимают участие в нём уже более 12 лет. Все участники с хорошей подготовкой. Впрочем, даже асов можно удивить. Всего элемент самый интересный и самый такой сложный, я думаю, и для всех команд, и для нас в частности – это бабочка, потому что на ней распластаешься, не знаешь куда. Была интересная военная полоса в этом году. Юра Гусев отжег полностью со своими колёсами, брёвнами. Было интересно, думали, что вообще не пройдём, а когда вышли на трассу, побежали просто тупо в нательном белье и нормально было. Короткая туристическая полоса доставила немало хлопот. И если в прошлом году было три срыва на элементе «Бабочка», то в этом всего один. Команда новичков «Омайгадабл» впервые принимает участие в труслёте. Ребята готовились три недели до выхода. Ходили в поход, занимались спортивной подготовкой. По словам участников, ожидание не совсем совпало с реальностью. Было, безусловно, сложно. Путь был такой. Дворческий конкурс под названием «Костёр дружбы». Сегодня он пройдёт 17 часов. Для некоторых невероятный, но мы справились со всеми заданиями. Особенно нам понравилась эта сама вот дорога военная, да, потому что там ты в болоте, в песке, там ты несёшь огромное бревно. Впечатлений массы, и они все удивительные. Это всё-таки ново для девушки, да особенно. В этом году организатором главного туристического слёта была региональная общественная организация «Клуб активного отдыха Белый Лиз». Заявки на участие принимались до 5 июня включительно. Предварительно заявилось 13 команд. А вообще сначала заявилось 13 команд. В этом году у нас лето немножко непонятное, то ли лето, то ли осень началась сразу. Четыре команды, к сожалению, погоды испугались, поэтому на старт у нас вышли 9 команд. Ставился вопрос вообще на самом деле о переносе. Проходила накануне турслёта «Судейская», и большинство команд решили, что всё-таки оставить в эти даты. Всё-таки это у нас туристический слёт, а настоящий турист погода не боится. Каждая команда состояла из 8 человек. Из них 6 – основной состав, в котором должно быть не менее двух девушек, а также запасной состав из двух человек. Возрастной ценз не младше 18 лет. По словам Алексея Бажукова, главного судей слёта, необходима не только сплочённая команда, но и упорная подготовка. Желание, желание, воля и, конечно же, профессиональная их подготовка. Мы почему об этом говорим? Потому что от вашей профессиональной туристской подготовки будет зависеть, наверное, качество, наполняемость туристического слёта. Потому что если команды приходят вообще не готовы, ну, вот во всём этом смысла абсолютно нет. Мы долгие годы шли к тому, чтобы от пикника на поляне такого массового перейти к туристическому событию. Вот для меня, например, вот как для главного суди, уже 6-й год служу, для меня это, ну, главное туристское событие для Ниньского автономного округа. По итогам состязаний победу в туристическом слёте дорогами отцов-героев одержала команда «Темляки». Второе место осталось за своими людьми, бронза досталась сборной труда. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Андрей Котов, Кирилл Иванов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова